Лон, встань, идиот! С тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах. Около Граммши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Не только вам! Ты чего? Пока. И вы надеетесь... Привет. Хочу тебе кое-что подложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит. Но мне кажется, что экспериментальная терапия — это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет монстант. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить псих, а я тогда пришлю за ним в машину. Надеюсь, все понятно? Хм. Йоу, мистер Ви. Рад встрече. Декстер Дышон. Собственной персоной. Ха-ха-ха. Езжай. Не против, если я сначала спрошу? Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до тридцати? Мне важна победа, а не участие. Цена не главная. Ха-ха. Классика. Есть еще молодежь, которая любит рисковать. Уважаю. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Ну и что за дело ты приметил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А, у корпорации, наверное. Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Корпораты те же мусорщики. О, ты настроен серьезно. Чувствую, это станет началом прекрасной дружбы, подкрепленной большими деньгами. Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает. Хочет увидеть исполнителя. Так, а что за дело надо уладить с Мальстремом? Еще как. Вставляй щепку. И он там тоже есть. Серьезно, по телеку говорили. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техникой. Корпораты до сих пор не знают, что это были Мальстремовцы. Среди этой техники был болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот болт. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрем. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Бри. Он был у Мальстрема главарем. Мы ударили по рукам, а через три дня его сместил ближайший друг из подвижника, Саймон Рэндалл. Он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Добавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Меридит Стаут из Мелитеха. А кто это, мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая. Спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так и что? Откликнулись ребята из бассивики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь, почему. Так что выбор пал на тебя. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. И еще, мистер Ви. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы. М-м-м. До скорого. Джеки, я поговорил с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Он типа хочет убедиться, что мы профи. Видимо, профи умеют разгребать говно за Мальстремом и Мелитехом. Там какой-то бот, военная разработка. Мальстрем его украл, а Декс купил. Но не получил, потому что у них сменилось руководство. А, да, слышал. Ройс устроил Брику, дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но не знаю, как она нам поможет. Чинган. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А Декс что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, хозяин барин. Итак, с кого хочешь начать? С Мальстремовцев или с Паркер? Думаю, сначала постучимся к Мальстрему. Ногой. Орели. Тогда я поеду в Колфудс и посмотрю, что там почем. Hasta luego. Тако. Продолжение следует... 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 Ага. Очень хорошо. Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Ну и где ты здесь видишь Брика, а? Я тебя спрашиваю. Нельзя же платить за одно и то же два раза. А тут не ты решаешь, что можно, а что нельзя. Скажи, заплатить два раза. Заплатишь два раза. Условия простые. Нужен болт. Показывай, Энди. Вы уже один раз получили деньги. Так что, мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блядь! Ты так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дэшотт. Декстер Дэшотт. Жирняй, который наебал половину Пасифики. Он до сих пор жив. Теперь подумаешь над моим предложением? Я ебал отстрелил! Да, мы его берем. Ах, очень хорошо. Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Ну и где ты здесь видишь Брик, а? Да брось. Нельзя же платить за одно и то же два раза. А тут не ты решаешь, что можно, а что нельзя. Скажи, заплатить два раза. Заплатишь два раза. Условия простые. Нужен болт. Показывай эти. Вы уже один раз получили деньги. Так что, мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блядь! Ты так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дэшотт. Декстер Дэшотт. Жирняй, который наебал половину Пасифики. Он до сих пор жив. Жив. Еще тебя переживет. Просил передать привет. Теперь подумаешь над моими предложениями? Ага. Пока. Патронов нет. Надо перезарядить. Магазин пустой! Чертая! Черно! Нас отрезало! Забирай боты и контроллер. Только побыстрее! Все наши. И боты контролер. Пошли! Чем быстрее, тем лучше. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Прячься быстро. Бегом, бегом! Эй, круши! Эй, круши! Осторожно, зато нас поливаем! Держись, Вик, мы выберемся! Держись, Вик! Держись, Вик! Бьют! Бьют! Держись среди мертвого космоса! Ну, вроде бы всё. Вылазь! Покажи своё ебальце! Не спеши. Тут есть камеры. Пусть подходят, твари! Я никого не боюсь! Шеверёт, никто не уйдёт! Граната летит! Отвлеки их быстрее! Чемпионы мастера! Чемпионы мастера! Прикончик, паскуда! Прикончик, паскуда! Прячься, Вей! Ты ранен! Соли! Одну секунду! Матом сделал! Смотрю! Возьми, недоумением! Возьми! Поймай! Кто-то нас поймает! Подпила, говнюка! Вот так! Всё, теперь чисто. Терапись, Ви. Враги смотрят. Ви, три. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...